Они спасают жизни в деревнях, селах и городах. Медики, люди, которые одними из первых приходят на помощь и следят за нашим здоровьем. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Кто-то в торжественной обстановке, а кто-то на рабочем месте. Подробнее Виталий Мотин. Ольгу Смурову, врача Новоалексеевской ОВП, местные жители называют сельским супергероем. За один рабочий день она принимает несколько десятков сельчан. Будьте добры, скажите, что вас беспокоит на данный момент? Ничего не беспокоит. Это очень радует. А зато нас беспокоит. Как рассказывает Ольга Геннадьевна, доверяй, но проверяй. Иногда пациенты скрывают свои недуги. Поэтому приходится каждому искать свой подход. Медицине женщина посвятила 48 лет. 9 из них работает в селе Новоалексеевское. Говорит, желание спасать людей пришло еще в школе. Сначала поэтому я попала в хирурги. А потом в силу семейных обстоятельств стала участковым терапевтом. Ну, а когда вышла на пенсию, решила стать врачом ОВП. Попробовать себя еще в этой роли. Прекрасно работать, что все как родные. И ты им родной, и они тебе. А что для меня медицина? Медицина – это помощь, это спасение, это желание спасти. Как говорят медики, неважно, нейрохирург ты или медсестра. Оперируешь людей или выписываешь лекарства. Каждая специальность важная и по-своему сложная. Глубоко вдохнуть, не дышать. Это рентгенологическое отделение городской больницы. Очередной пациент пришел на обследование легких. Сегодня он уже юбилейный, 50-й, шутит заведующая Алена Лукаянова. После каждой такой фотосессии снимки нужно рассмотреть и выявить недуг. Затем направить пациента к нужному врачу. С хирургией, с гинекологией, с любой точки зрения, без рентгена никуда. Любой доктор, который бы направляет пациента, это не должно быть бездушно. Да, ой, да, иди, мне так кажется. У нас нет такого. То есть мы стараемся и выходим на совершенно другой уровень. Свои взаимодействия вместе с докторами. Поэтому я очень горжусь своей профессией. В преддверии профессионального праздника первоуральских медиков поздравляют в официальной обстановке. Алена Лукаянова, одна из награждаемых, получает почетную грамоту губернатора. Также сегодня медики получают награды от регионального министерства здравоохранения, законодательного собрания Свердловской области. Я коллективу благодарна. Мне кажется, это выбрал коллектив. Я, если честно, была очень удивлена, потому что я вышла из отпуска, и мне сообщили, что ты среди награждаемых. Я услышала крики, я услышала слова благодарности. Поэтому, ну, видимо, действительно коллеги оценили мою работу. Прошедшие два года нам всем еще раз напомнили о важности, значимости вашей профессии и вашего труда. Благодаря вам сегодня в Первоуральске десятки тысяч спасенных жизней. Спасибо вам, низкий поклон за это. Благодарность медицинским работникам выражает и управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров. Предприятие давно и плодотворно взаимодействует с медучреждениями Первоуральска. Метология оказывает благотворительную помощь больницам. Медики в ответ сохраняют здоровье заводчан. В период пандемии, конечно, городская больница номер один. Вся медицина нашего города помогла нам пройти вакцинацию. И в взаимодействии с больницей было вакцинировано более пяти с половиной тысяч сотрудников нашего предприятия. Что, собственно, позволило сохранить наш коллектив. Награду достоились несколько сотен первоуральских медиков. Это акушеры, стоматологи, травматологи и многие другие. Всего в городском округе на страже здоровья стоит около двух тысяч медработников. Виталий Мотин, Евгений Шилов, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.